Всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Даваска, дождались. Да, понимаю, очень долгое время я тянул, а не выкладывал это видео. В принципе, да, позор мне, косики за моей спиной, есть то, что я долго вас не оценивал. Сегодня оцениваем сеты задротов в ранге отряда. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Перед этим видео хочу вам поделиться новостью, где мне капец как повезло. Мне так не везло, я не знаю, когда последний раз. Набор за девять алмазов. Давненько у меня такого не было, поэтому да. Я чуть-чуть удивлен с этого, но это приятно. Так, получается рангеры у нас где? Бо-рейтинг и все, получается регион. В друзьях у меня максимум 147 звезд, а в топе 496. Посмотрим первое место. Это гильдия Old School. Ну, у него чисто белый жнец. Второе место в фундук и гильдия Вальгала. По-моему, даже... Да, это основная. Вот такой вот у него сет. В принципе, замечательный. Мне нравится. Чисто белый с желтыми элементами. Шикарно. 10 из 10. Потом у нас идет Голливуд. К сожалению, это не тот Голливуд, которого я знаю. У него чисто мотоциклист. Дальше у нас идет еще один игрок с Вальгалой. Красавчик. Это основа тоже. Вот такой вот у него сет. Но он и фастерский. Лично я бы тут поменял штаны, кепку, маску. В общем, много чего. В целом 5 из 10. Потом у нас идет 5 место. Очередная гильдия Old School. Вот такой вот у него сетик. Ну, знаете, в общем и целом штаны и торс подобраны прикольно. Но, исходя из того, что маска и торс, и это один набор, а штаны и кроссы, это второй, то 4 из 10. Дальше 6 место. Араим Б.Л. Это какая гильдия? Без понятия, что это за гильдия. Так, ну, во-первых, штаны и тапки. Но сочетание, кстати, годное. Мне нравится. Да, это Old School. И капец, какое я дефолтное сочетание. Но давайте 5 из 10. Дальше. Би Амаров. Это Би Плей, если я не ошибаюсь, и гильдия. Да. Ну, что я могу сказать? Торс, штаны подобраны идеально. Ну, тапочки, да. Остальное все. Ну, давайте 5 из 10. Только из-за того, что торс и штаны подобраны просто идеально. Дальше смотрим. Так, мне рассказывали, что можно на как-то скипать это все. Уф. Хо-хо-хо. О, ну, смотрите. Торс и штаны. Это с одного и того же набора. Голова кролика мне никогда не нравилась. Кроссовки тоже такое себе. Поэтому, ну, давайте 3 из 10. Дальше. Девятое место. Это Джокер. Так, ну, какой у него сетик? Вот, в принципе, все прикольно. Не стандартные сланцы, так колдовские сланцы. Ну, относительно, колдовские сланцы с пропуска. Ну, куда? Ну, зачем? Ну, давайте 7 из 10. Дальше у нас идет Воин. Кстати, что-то капец, какой знакомый ник. Мне кажется, что я частенько его видел в оценке сетов. Дальше. Проникс. Это хулевар. Да. Замечательно. Ну, поменять штаны. Поменять, возможно, масса из сочку и тапочки. Было бы идеально. 8 из 10. Дальше. Очередной олдскуловец. Пожалуйста, не пишите в комментариях, как оцени сет этой гильдии. Я не буду этого делать. Что я могу сказать? Опять же, если я не ошибаюсь, торс, штаны один на этот же набор. Ну, и тапочки. Ну, давайте 5 из 10. Дальше у нас идет 13 место. Это Едок ФФ. Что за гильдия Казахстан? Понимаю. Казахстан, а страна, а регион Россия. Как так-то? Ну, идеально подобрана маска и торс. Ну, к маске сложно подобрать какой-то неидеальный торс. Штаны. Такое себе тапочки. Ну, давайте 6 из 10. Дальше очередной олдскул. Ну, поменять торс, поменять прическу. И будет замечательно. Давайте 7 из 10. Так, дальше идет Нур. Там какой-то еще у него. Ну, это Нур, да? Все понятно. Не чернота. Понимаю. Так, ну... Поменять масочку и тапочки. И нормально. 6 из 10. Дальше Бамблби. 16 место. Почти половиночку мы уже оценили. Ну, тут практически стоковый сет. Я не вижу смысла его оценивать. Потому что у него из-за недефолтного... Ну, не из начального набора, только сланцы и маска. Все. Во! Вот это уже годно. Очень все прикольно сочетается. Да, конечно, максимально дефолтное сочетание. Но красивое. 10 из 10. Наконец-то. Наконец-то хорошие сеты. Так. Посмотрим, кто у нас следующий. Тоже красивое дефолтное сочетание. Можно поставить все 10 из за 10. Apple. Яблочко наше. Ну, давай посмотрим, в каком сете играешь ты. Ну, стандартный фастерский сетик. Ничего нового. 4 из за 10. Очередной участник гильдии Вальгала. Давайте посмотрим. Тима. Это академка. Так. Ну, тоже все по-простому заделано. Давайте 9 из за 10. Потому что штанишки лучше черные, а не синие. Дальше. 21-е место. Давайте посмотрим, в каком сете играет он. Так. Ну, штаны и тапки. Это понятно. Плюс вот эта кепочка. Масочка. Ну, давайте 4 из за 10. Потому что торс не подходит. Кепочка тоже не подходит. Дальше. 22-е место. И дрейсов. Или айдрейсов. Не знаю, как... А, и дрейсов. Все, вижу. Вот такой вот у него сетик. Ну, 8 из за 10. Дальше. Какой-то очередной непонятный яйдник. Рыдындырдыр. Это что такое? Кто шарит вдруг, что это за слово? Может быть, это какая-то аббревиатура? Аббревиатура. То пишите в комментариях. Ну, это просто кролик, которого сейчас слили чисто за пополнение одного алмаза. Вот такой вот сетик. Ну, простой. Обычный. Ну, давайте 5 из за 10. Дальше. 25-е место. Дэнди. Давайте посмотрим. Были бы черные штаны, было бы лучше. Либо синяя футбольная футболка. 5 из за 10. Дальше. 26-е место. Гаджиев. Или как тебя? Да, Гаджиев. Ну, это кролик. Самый обычный и дефолтный фастерский сет. Каких миллионы. 4 из за 10. 27-е место. Монстр. Вот такой вот сетик. Ну, поменять бы. Хотя, что тут менять? Наверное, торс какой-нибудь. Либо футбольную футболку. Синюю, да? А так очень годно смотрится. Можно даже поставить 8 из за 10. Дальше. 28-е место. Ха-ха-ха-ха. Зверь ЮТ. Зверь АйТи ЮТ. Понимаю. Прикольные штанишки. Ну, если бы не голые ножки. Вот сюда бы подобрать какой-нибудь идеальный, вот, чисто черный сет с какой-нибудь минимальный, минимальным золотым рисунком. И офигительно было бы. И кроссы черно-желтые. Либо желто-белые. Какие у меня в основном сете. Охранительный был бы сет. А так давайте 9 из 10. Да, штаны и голые ноги это минус 3 балла. Но за охранительное сочетание банданы, водолазки штанов и, возможно, даже и прически я накидываю дополнительные 2 балла. Поэтому чуть-чуть бы его доработать и было бы шикарно. 29-е место. Это Дигл. Ну, тоже самый обычный фастерский сет. 25. Блин. 5 из 10. Дальше 30-е место. Октан. Тоже самый обычный дефолтный сет. Плюс торсы маска с одного и того же набора. 5 из 10. 31-е место. ГК. Это Грейт Кингс, если я не ошибаюсь. А, это Гейм КЗ. Окей. Тоже практически самый обычный дефолтный сет. Фастерский. Сколько поставим? Ну, давайте идти. Также 4 из 10. Дальше. 32-е место. Микрил. Эпик Гейминг. Кстати, гильзия этого Дэниелса, если я не ошибаюсь. Ну, вот тоже. Ай. Очередной фастер. Ну, давайте 5 из 10. Потому что он в кроссах, а не в тапках. Так. Давайте. 33-е место. Очередной. Игрок с Вальгалы. Это основа, кстати. Шикарный сет. Красавчик. 10 из 10 просто смело. Дальше. 34-е место. Мачете. Так. Смотрите. Если торс и штаны с одного и того же набора, скорее всего, это так. То... 7 из за 10. А так... Давайте ж нет. Ну, кепочка вот эта сюда капец как не подходит. Ну, давайте 7 из за 10 этому сету. А потом у нас идет Кисуха. Кстати, недавно ее видос попался мне в рекомендациях в ТТ. Так. Ну... Хороший сетик. Мне нравится. Даже очень хороший. Можно смело поставить 10 из 10. Дальше. Релакс. 36-е место. Что могу сказать? Давайте 7 из за 10. Потом 37-е место. Очередной олдскул. Да? Да. Ну... Что сказать? Что сказать? Давайте 4 из за 10. 38-е место. Эспада. БЛ. Опять же, уже был игрок с этой приставочкой. Ну, тут тоже где-то 3 из за 10. Собрали сеты из того, что на складе завалялось. 39-е место. Это какой уже? Седьмой игрок, что ли, по счету с олдскула? Или шестой? А, это... Это уже не тот олдскул. Так. Ну и последнее место. Это Марс. Мне кажется, это не тот, что с... А, возможно, это тот самый... Марс, который с черноты. Тоже фастерский сетик. Подобный уже сегодня был. И точно так же ему ставим 5 из... ТТТ. На этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И да пребудет с вами скилл. Субтитры сделал DimaTorzok